Детские голоса В этот день ребята и их родители ждала увлекательная программа. Познавательное шоу «Дом для волшебных представлений» представил особый гость праздника – Набережно-Челнинский государственный театр «Кукол». Артисты рассказали о том, кто работает в театре, как создаются маски и многое-многое другое. Меня привела моя сица Лена. Я хочу порисовать, решать примеры, писать тексты. Мой самый любимый предмет – это история. Я хочу узнать на истории, как люди жили в древних временах и как они ловили мамонтов. Знакомство с детским университетом продолжилось на лекциях. В этот раз ребята узнали, как стать олимпийскими чемпионами. Надо отметить, занятия в детском университете нравятся не только детям, но и их родителям. «Ребенок должен всесторонне развиваться, и поэтому такие университеты, которые проводятся в вашем Елабужском университете, очень интересны, увлекательны. Мне бы хотелось, чтобы и физически развивали, и какие-то, наверное, занятия проводили более интеллектуальные. Логическое мышление хотелось, чтобы развивалось у ребенка». Увидеть школьников в аудиториях и лабораториях Елабужского института – привычное дело, ведь стать студентом, не окончив и начальной школы, возможно, благодаря проекту «Детский университет», который в этом году празднует свое пятилетие. «В этом году вся тематика лекции прошла конкурсный отбор. То есть самые интересные темы только прошли для наших юных студентов. Все занятия у нас ориентированы профильно. То есть есть блок математический, есть блок экономический, правовой блок есть. И, конечно же, там уже дети будут заниматься в подгруппах». Двери детского университета будут открыты раз в месяц по воскресеньям. Следующее занятие состоится 23 октября. Динара Алмагомбетова, Денис Сипайлов, пресс-служба Елабужского института КФУ. Специально для Универньюз.